Слава героям великой страны, слава и выжившим, и недожившим. Стих, ужасающий голос войны, и пулеметов не слышно. Спасибо деду за победу севастопольцы говорят как в стихах, так и в прозе. В этом году Полевая почта впервые работает в режиме онлайн. Но от этого меньше писем приходить не стало. Ежедневно волонтеры победы получают десятки посланий. Люди пишут о любви к Севастополю, желают ветеранам добра и в каждом письме благодарят за мирное небо, за верность Родине и просто за то, что выжили. Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны. Искренне хочу поблагодарить вас за эту нелегкую победу. Спасибо вам. С праздником. С Днем Победы. Ура. Вы бок о бок сражались с тысячами таких же, как и мои прадеды. Нам остается лишь представлять, как это было. Желаю вам крепкого здоровья, внимания, поддержки и помощи, душевного спокойствия, радости и гордости за своих детей и внуков. Оставить пожелания можно на сайте волонтеров Победы до 25 апреля. Для этого нужно заполнить специальную форму, несложную, всего несколько пунктов. Человек просто представляется, кто он, откуда он и пишет какой-то текст для ветеранов. Человек, он пишет не конкретно ветерану точечно, а он просто как бы изъявляет свое желание поздравить человека, который когда-то сделал подвиг ради его сегодняшней жизни. Поэтому он обращается, в принципе, образно к ветерану, и он пишет какие-то теплые слова, добрые, которые он хочет. Все письма распечатают на дизайнерских открытках и вместе с другими подарками к Дню Победы доставят севастопольским ветеранам. И чем больше будет этих писем, тем громче мы скажем свое спасибо. Анастасия Синица, Сергей Котляренко. Новости Севастополя. Анастасия Синица Анастасия Анастасия